Зовут меня Мария Нинашева. Тема у нас сегодня особенности работы с документами в документооборот 3.0. Кто работал, а многие из наших гостей работали в предыдущей версии 2.1. Уже знакомы в принципе с работой документооборота системы документооборот 2.1, но в тройке многие алгоритмы сейчас выглядят по-другому, работа пользователя выглядит по-другому. Иногда я буду ссылаться на 2.1, то есть где-то функционал отличается, и буду это особо подчеркивать, отличие. На это упор у нас и сделан сегодня на нашем вебинаре. Какие темы мы сегодня рассмотрим? Это единый справочник документов, это введение реестров документов и мероприятий. Рассмотрим тематики документов, что это такое, новшество тоже в 3.0, автоматическое расширение доступа к связанным документам, которые у нас в тройке появилось, срок исполнения документа в рабочих днях, новый интерфейс для просмотра связей документа в нашей системе, сохранение и редактирование склонений и названий, повторное использование регистрационных номеров документов, использование временных номеров документов, новые возможности, которые у нас появились в части автоматической вставки, отметки об электронной подписи и управление размещением доп.реквизитов. В двух словах расскажу об интерфейсе, в принципе, о системе документа оборота, вы мне пока напишите в чат, какой версии документа оборота вы пользуетесь, либо внедряете, либо только планируете внедрение системы. В текущий момент все практически внедрения, которые у нас идут, это внедрение уже документа оборота 3.0, 2.1, это либо уже в каком-то виде планируется на тройку переход, либо система дорабатывается активно, развивается, новые внедрения все-таки уже больше на тройке. Редакция 3.0 впитала в себя все запросы пользователей, которые были при работе с 2.1, стало удобнее, стало, в общем, можно сказать, что меньше кликов, больше результата. На это было ориентировано внимание разработчиков при разработке 3.0, поэтому, в общем и целом, сама стартовая даже страница документа оборота 3.0, она не как просто стартовая страница, это личный кабинет сотрудника, когда запускает сотрудник документа оборота 3.0, он сразу видит все свои важные задачи. Ну вот у нас здесь на скриншоте изображен рабочий стол руководителя. Так, я вот в чатике не вижу, в какой системе вы работаете. Документ оборот 2.1, документ оборот 3.0, внедряете. Может быть, меня слышно перестало быть? Вот, вижу, все, пошли сообщения, значит, меня слышно, я могу быть спокойной. Рабочая страница первая, так, кого-то слышу, попробую выключить микрофончик. Почему-то у нас тут функция сбилась в зуме, автоматически микрофончики не выключаются, как всегда. Стартовая страница, это рабочий стол, рабочий кабинет сотрудника, то есть он заходит в программу и сразу все видит, что ему нужно сделать. Какая, ну, допустим, мы видим сейчас начальную страницу руководителя. Руководитель сразу видит, какие у него задачи появились, новые статистику по своему подразделению. То есть сколько задач у него просроченных, сколько в срок и сколько истекает, уже срок подходит. И также есть инструмент реестра, который мы с вами также рассмотрим. То есть это сразу в доступе те элементы системы перед глазами, которые важны для вашего сотрудника. Ему для того, чтобы понять, что же ему сейчас в текущий момент делать, ему не обязательно переходить в пункты меню, искать по меню важные документы, свои задачи, где-то пытаться их вычленить важные, понять, что ему в первую очередь делать, что потом все сразу у него на стартовой странице. И в два клика он сразу оказывается там, где видно, какие действия срочно ему нужно сделать. Рабочий день начинается сразу. То есть исполнительская дисциплина у нас повышается, эффективность работы сотрудников повышается, удобство работы сотрудника повышается. Это, в общем, о новшествах для, ну как визуально для пользователя, ну и, конечно, появились новые принципы работы с документами. Очень сильно отличается теперь работа с документами ранее. У нас документы делились на входящие, исходящие, внутренние. Теперь же у нас есть единый справочник документов. Это справочник документы. И сотрудник у нас ведет, видит это все в одном поле. Ему не нужно думать, куда ему нужно зайти во внутренние, во входящие, исходящие документы. У него одно рабочее место, и он сразу все видит. И может их отсортировать. Также можно разделить на потоки, которые важны для текущего пользователя, с помощью реестра, с помощью фильтров. То есть так, как нужно сотруднику, он, конечно, может разделить потоки документов. Но именно разграничения на три справочника у нас теперь нет. Это вот такое очень важное новшество в программе. Второе очень важное изменение, что теперь у нас порядок обработки документа задается либо в виде документа, либо можно также настраивать в документе, если в виде документа не задан порядок обработки. То есть раньше, если у нас мы настраивали порядок обработки через шаблоны, через отдельный функционал, и для того, чтобы запустить документ по определенному маршруту, нам нужно было выполнить как минимум четыре действия. То есть это отправить, выбрать необходимый маршрут, выбрать из этого списка маршрута, просмотреть, и только потом мы отправляли по маршруту документ. Теперь у нас обработка документа, все действия, которые нужно сделать с документом, задаются прямо в виде документа. То есть это значительно сокращает количество кликов и делает программу более удобной. Мы сейчас теоретические моменты с вами пройдем, обозначим важные моменты и посмотрим как раз в этой системе на примере создания. Создадим документ и отправим его по маршруту. Далее у нас появился признак прочтенности документов. Теперь очень удобно просматривать, видеть документы, которые еще не просмотрены. То есть они в списке выделяются, во-первых, жирным шрифтом, а также их можно отфильтровать и посмотреть, обратить внимание на те документы, которые у нас не просмотрены. Документы считаются просмотренными при открытии карточки и отображении в области просмотра в списке документов и при открытии файла документа. Также документ у нас считается прочтенным. Если в дальнейшем кто-то внесет изменения в карточку этого документа или в файл этого документа, то для текущего пользователя он снова станет непрочтенным. Это тоже следует учитывать. В списке документов есть отбор, как я уже говорила, по признаку прочтенности и непрочтенности. Таким образом у нас пользователь может отфильтровать и проконтролировать, проверить себя, все ли документы он просмотрел. Ну и также может, допустим, если в текущий момент времени не готов тратить время, понимает, что можно отложить дальше изучение документа, то сотрудник может пометить как непрочтенный либо прочтенный документ. И таким образом, как вот в почте мы делаем, отображаем, что у нас письмо, допустим, непрочтенное, и оставляем его обработку на потом, чтобы не забыть потом к нему вернуться. Точно так же и с документом. Следующее важное изменение, которое у нас пришло в важный момент, это у нас папки документов. Ранее папки документов использовались как для разграничения прав, и необходимо было их настроить при внедрении программного продукта. Это был отдельный такой масштабный, масштабная часть внедрения, когда нужно было продумать, что у нас заложено в папках, какая идея, по какому принципу мы разделяем документы на папки. Необходимо было продумать название этих папок. То есть это был такой большой блок настроек. Теперь использование папок стало для нас настраиваемым. настраиваемым, то есть мы можем использовать папки, можем не использовать, и по умолчанию у нас отображение папок выключено. И настройка прав доступа по папкам тоже автоматически, соответственно, не требуется. Если мы все-таки решаем использовать папки, то это можно сделать, просто в настройке системы нужно включить использование папок. Запросы у нас бывают, куда делись папки. Те, кто раньше работал в 2.1, теперь работают в тройке. Для них это новшество очень сильно заметно. Дальше это у нас то, о чем я уже говорила. То есть у нас на стартовой странице мы можем вывести для пользователя реестры. То есть есть отдельный, предусмотрен отдельный справочник реестров. И можно выделять самостоятельно виды документов и мероприятий в группы. Например, вы можете выделить в группы в отдельном реестре, отдельный реестр, организационно-распорядительные документы, входящие документы и прочее. То есть это метод именно разделения документов потоков. И удобно настроить доступ к реестрам также с блок навигации рабочего стола. То есть не нужно будет переходить пункты меню, а у вас прямо на рабочем столе будут расположены реестры. Так, к следующему вопросу посмотрим, как у нас реестры настраиваются. То есть реестры у нас настраивает справочник из раздела НСИ. Обычно за настройку НСИ, в частности за настройку реестров, отвечает выделенный сотрудник. Мы рекомендуем, чтобы это была выделенная определенность сотрудник. Потому что если дать возможность нескольким пользователям, особенно большому числу пользователей, бывает, что половина сотрудников полный доступ, когда пытаются стартовать быстро работать в системе, вот начинается хаос, когда все подряд начинают редактировать НСИ. Это плохая практика, поэтому сразу выделяется сотрудник, ответственный за НСИ. Не обязательно он занимается только НСИ. И, в частности, настройку реестров тоже лучше поручить ему. Поэтому принципы, по которым у вас осуществляются любые настройки в системе, опять же, рекомендуется всегда фиксировать, ввести документацию. Если внедрение у вас ведет команда профессионалов, то есть если либо интеграторы, либо какую-то команду собирается в свою внутреннюю по внедрению в систему, и ведется качественная документация, то это залог того, что вы всегда сможете понять, что у вас, когда и почему было настроено. Это позволяет быстрее гораздо решать задачи при работе в системе. То есть если вы хотите что-то перенастроить, либо поменять принцип работы, вы всегда можете открыть и посмотреть. И чтобы кто-то эту документацию ввел, актуализировал и отвечал за все настройки, которые у вас есть в системе. Особенно важно это для НСИ, особенно важно это для настроек прав доступа. Это такое небольшое отклонение от темы, но очень свободневно. Часто бывает, что приходим либо на сопровождение, либо на развитие системы к заказчику, и понимаем, что там полный хаос. Кто не понимает, почему так настроено, как настроено и почему так настроено, и очень много времени уходит на то, чтобы разобраться, как, почему и кто так настроил. Вот за блок НСИ в этой части за принятие решения должен отвечать один человек и за те настройки, которые есть, ну и по совместительству, чтобы он отвечал за введение документации по этому блоку. Так, идем дальше. Чтобы создать реестр, у нас есть команда создания реестра. Обычно этим и занимается сотрудник, который работает с реестрами, который ответственный. Он указывает наименование реестра и указываются виды данных, которые будут к этому реестру относиться. То есть указываются виды документов, указываются виды мероприятий, виды, которые входят у нас в этот реестр и устанавливаются настройки. То есть по каждому отдельному реестру вы устанавливаете свои настройки и включаете определенный вид документов. Если вы понимаете, что по виду документа нужно установить ряд настроек, которые у нас свойственны именно этому реестру, достаточно этот вид документа просто туда включить. Таким образом, вам не нужно делать настройки по каждому виду документа. Вы собираете виды документа с одинаковыми требованиями и включаете их в реестр. Также можно прямо из карточки вида документа и мероприятия сразу включать в реестр, то есть если вы настраиваете вид документа новый, то можете сразу его в реестр включить. Либо уже текущий какой-то вид документа сразу можете включить в необходимый реестр. Также есть возможность установить рекомендованные настройки. Эта возможность позволит сэкономить время, то есть их можно как для списков документов, так и для карточек документов установить и не затрачивать время на дополнительный анализ. Так, с реестрами мы завершили. Следующий очень важный момент – это использование тематик документов. Что такое тематика документов? Тематика документов – это новый справочник, он у нас работает в связке с видами документов и его дополняет. То есть это дополнительные разрезы документов для того, чтобы уточнить виды документов. С помощью тематик можно, например, группировать документы по различным критериям более уже узко, чем виды документа. Например, тематика тарифа и цены можно присвоить организационно-распорядительным документам. То есть у вас вид документов ОРД будет и тематика тарифа документа. И уже настройки будут создаваться именно в разрезе тематик. То есть внутри одного вида документа можно создать несколько настроек, несколько алгоритмов обработок для каждой тематики документа. В зависимости от того, что необходимо по вашему процессу. Что важно тоже понять, всегда это говорю, что чем проще ваши настройки, тем проще вашу систему будет потом сопровождать и обслуживать. Поэтому, если вы понимаете, что у вас нет такой необходимости использовать еще дополнительных видов документа, еще и тематики, и у вас настройки, в общем-то, для подтем по видам документов одинаковые, в принципе, особой необходимости разделять их нет, то функцию тематики нужно хорошо подумать, нужно ли вам это использовать. Функциональность нужная, но, опять же, не всем она нужна. Вот, как уже говорил, у нас тематики работают только в связке с видом документов, и его уточняют. И ведется список тематик сразу непосредственно в карточке вида документа, есть закладка тематики, мы тоже с вами ее посмотрим. Вот здесь у нас изображено, где у нас, как у нас выглядит вид документа и тематика в карточке самого документа. То есть у нас указывается вид документа и через тире указывается тематика, уточняется тематика документа. То есть мы сразу в документе, в карточке документа видим и вид документа, и тематику. Презентацию мы направим на презентациях, максимально старалась отразить сприншоты, чтобы можно было потом посмотреть в системе, как это выглядит, повторить, посмотреть. И всегда есть время просматривать видео. Также можно сразу выбрать вид тематики документа комплексно при создании документа. То есть выбираете, когда создаете документ, вы не обязательно выбираете последовательно сначала вид, потом тематику документа. Вы сразу видите по виду документа все возможные тематики. То есть вот мы сейчас видим, что входящее письмо и выбираем входящее письмо и различные тематики. У нас сразу есть возможность выбрать комплексно по всем разрезам. И также я уже об этом говорила, что когда мы настраиваем обработку документа, мы можем внутри вида документа одного делать несколько настроек для каждой тематики документа. То есть это достаточно тонкая настройка. Также по тематикам документа мы можем осуществлять поиск документов. Для этого предусмотрен у нас отдельный отбор. Тоже сужает область поиска документов и дает возможность более быстро найти документ. Также по тематике для документов можно настраивать свои форматы номеров. Для каждой тематики можно настраивать свои форматы номеров и делать отдельную нумерацию. То есть складное именно в разрезе тематики нумерацию создавать. Как формат, так и нумерацию. Тоже это бывает необходимо. Такой запрос был еще у пользователей при работе с двойкой. Бывало, что дорабатывали похожий функционал. Следующая важная особенность, особая функциональность – это автоматическое расширение доступа к связанным документам. Например, что это такое? Если у нас сотрудник имеет доступ к дополнительным документам, дополнительным соглашениям, то он автоматически может получить доступ к связанному с ним договору о основании. Есть настройки связей в меню раздела НСИ, где у нас настраивается опять же тоже связи документов в нашей системе, по какому принципу у нас предоставляется автоматический доступ. За эту часть настройки НСИ также должен отвечать у вас ответственный сотрудник, чтобы у вас документы не попали в доступ к широкому кругу сотрудников, кто их видеть не должен. То есть тут должна быть методологическая проработка тоже, какие документы, по каким принципам у вас должны получать автоматический доступ для того, чтобы эту функцию использовать, иначе можно что-нибудь не то кому-то показать. Расширение и копирование доступа. Теперь в системе у нас доступ можно расширять, копировать. То есть при расширении у нас сотрудники из списка доступа в документе добавляются в связанный документ к сотрудникам, которые уже есть в связанном документе. А по пункту при копировании список сотрудников у нас полностью переносится в связанный документ. Так, теперь у нас добавлен функционал срок исполнения документа в рабочих днях. Тоже этот функционал ждали. Этот срок у нас автоматически вычисляется по производственному календарю при создании и регистрации документов. Раньше у нас этот срок устанавливался вручную. Теперь эту функцию автоматизировали. Тоже таким запросом мы ранее тоже сталкивались. Если у нас срок указан в рабочих днях, то рядом с полем срок исполнения в самой карточке документа отображается и продолжительность срока в рабочих днях. Если срок нужно указать в рабочих днях, то необходимо выбрать соответствующую опцию в настройках вида или шаблона документа, и тогда это станет возможным. Возможно, изображены скриншоты у нас, где это настраивается. Для расчета срока исполнения в рабочих днях обязательно нужно учесть, чтобы календарь, указанный в основном в графике, был заполнен на текущий год. А в конце года нужно установить настройки на следующий. Если у нас получается, что срок исполнения перетекает с текущего года на следующий год, иначе система не поймет вас, как устанавливать даты, если на следующий год у нас календарь не установлен. На это тоже стоит обратить внимание. Также удобная функция у нас появилась. Основные сведения о связях документа мы теперь смотрим в новом окне связи. Оно открывается из списка документов по ссылке из области прямо просмотра и колонки связи. То есть мы видим все связанные элементы системы, видим связи. Это удобная функция, не проваливаясь внутрь документа. В карточке существующего документа у нас окно связи открывается по ссылке на закладках реквизиты и обзор. На скриншоте тоже это изображено. Так, на связях тогда сильно останавливаться не буду. Сохранение и редактирование склонений и названий тоже давно ждали. Теперь сохранение и редактирование склонений доступно для справочники физические лица, контактные лица и должности. Можно посмотреть и указать свою версию склонения. Например, если контактное лицо настраивает, что его фамилия не склоняется, даже если по правилам автоматически, по правилам русского языка, она должна склоняться, то можно сразу настроить. Для этого нужно нажать ссылку склонения около поля с наименованием, вот мы видим на скриншоте, и вывести нужные данные. Слонения для объектов теперь сохраняются в системе, чтобы не выполнять склонения повторно. То есть достаточно один раз слово выполнить. Следующая важная функция – это возможность повторного использования регистрационных номеров в документах. То есть если у нас высвободился регистрационный номер документа при редактировании вручную, то система это поймет. И если у нас установлена соответствующая настройка в карточках номератора, использовать пропущенные номера, то у нас появится такая возможность, что мы можем использовать повторно высвободившиеся эти номера. Важный момент, что эту функцию мы можем только для постоянных номеров использовать, для временных мы не можем использовать. Про временные, чуть-чуть нелогичная презентация, мне тут видела я нарушение логики. Про временные номера мы еще с вами посмотрим информацию. Но пока стоит заметить, что вот именно для постоянных регистрационных номеров есть такая функция использовать. Но опять же, если вы видите это необходимо в своих процессах, то есть если вы понимаете, что вам нет необходимости использовать пропущенные номера по вашим процессам, то и не нужно эту функцию включать. Использование временных номеров документов. Вот прям недавно только мы сейчас обследование проводим по внедрению документа оборота. Есть опыт использования документа оборота 2.1. И вот острый вопрос у заказчика, что именно про момент присваивания номера документа. Как до этого момента работать с документом. Вот теперь документу до того момента, как он зарегистрирован и получает свой постоянный номер, присваивается временный номер, который принадлежит документу, пока он не получит свой постоянный. Сейчас мы посмотрим, как это у нас выглядит в системе. Здесь у нас указан скриншот с настройкой временных номеров. То есть мы можем посмотреть, как они настраиваются. Настраиваются они внутри видов документов, там, где необходимы эти временные номера использовать. И мы можем отдельно формат самого номератора, самого номера документа тоже настраивать. Так же, как и постоянного. Такие же возможности у нас есть. Как он выглядит в документе. Вот хотел вот это показать. То есть у нас выделенное поле, временный номер документа. И пока у нас еще не присвоен постоянный номер, у нас есть временный номер документа. Так, вижу запрос, что нужно увеличить скриншот. Попробуем увеличить, в принципе, слайд. Скриншоты вам будут направлены. Взбивается тут у зуми, если я делаю на полный экран презентацию. Давайте попробую сделать вот так. Рискованная. Далее у нас новый функционал. Это автоматическая вставка отметки об электронной подписи. В новой версии у нас появились следующие возможности по визуализации электронной подписи. В этом направлении, конечно, поработали. Потому что электронные подписи у нас больше и больше используются. И электронный документ оборот постепенно вытесняет бумажный. Занимая свою нишу. Поэтому все, что связано с электронным документ оборотом, с электронными подписями, у нас теперь очень актуально. Что у нас появилось? У нас появилась конвертация подписанного файла из Word в PDF. Выбор страницы для вставки электронной подписи. Первую, каждую, либо на последней странице. Вставка отметки об электронной подписи с помощью конструктора и скриптов. Добавление нескольких подписей в разных местах документа. Редактирование отметки об электронной подписи. И вставка отметки для простой электронной подписи. Посмотрим подробнее по каждому пункту. Ну и сильно тоже не буду останавливаться, потому что это такой вопрос узкий. Не все электронные подпись используют всю ее функциональность. Конвертация у нас доступна для файлов DOC, DOC и ODT. И только в тонком клиенте под управлением Microsoft Windows. То есть если планируете использовать функциональность, функциональность, тоже нужно понимать, что некоторые границы ограничения у нас есть. Выбор страниц для вставки отметки об электронной подписи. Теперь помимо места расположения на листе для отметки об электронной подписи, можно еще саму страницу также выбрать. То есть у нас доступны варианты расположить подписи на первой странице документа, на последней странице документа и на каждой странице документа. Также расположение на каждой странице документа имеет свои ограничения, доступные для файлов докса, докса и ODT, и опять же только в тонком клиенте под управлением Microsoft Windows. Администратор устанавливает значение по умолчанию настройки страницы вставки, находится это в пункте меню настройки программы общей настройки и настройки электронной подписи. Также скриншот изображен. Моей панелькой скриншоты закрываются. Сейчас лучше видно скриншоты. Так, вижу, что у нас. Конвертация в PDF. Теперь можно выбирать итоговый формат файла со штампом электронной подписи оригинальной или в PDF формате. Для этого предусмотрена у нас также выделенная настройка. Итоговый формат файла настраивается он через меню настройка, настройка программы общей электронной подписи, настроек и штамп электронной подписи. Тоже скриншот у нас изображен, где у нас выбирается эта настройка. Для каждого вида документа мы можем установить отдельные настройки. Это очень удобно, потому что для каждого вида документа есть разные особенности, как мы его хотим видеть. И в карточке вида документа для этого ссылочка отдельно предусмотрена. Мы можем делать это из вида документа. Также в новой версии мы можем добавлять несколько отметок об электронной подписи. Для этого нужно выбрать соответствующие поля в настройках автозаполнения. Или с помощью скриптов это делается. Для добавления штампов в режиме конструктора необходимо настроечку установить, вставлять штампы. Делается это в карточке вида документа. Опять же, шаблоны документа, штампы и файлы штампа электронной подписи. То есть для каждого вида документа можно установить свои отдельные настройки. Также есть возможность использовать теги электронных подписей. Если настройка включена, то в файл будут добавлены теги. Вставить электронную подпись будут вставлены все штампы. Вставить штамп наша организация. Есть возможность использовать тег, ставить штамп контрагенты. Вставка будет происходить не при автозаполнении, а при создании визуализации. Обычно это первый просмотр файла после того, как он был подписан. Или сохранение, или еще по отправке по почте может это происходить. Также у нас появилась возможность редактировать вручную отметку по электронной подписи. Например, если нам необходимо переместить в какое-либо другое место штамп об электронной подписи. Для этого специальные команды у нас в карточке документа предусмотрены. Редактировать визуализацию и закончить редактирование визуализации электронной подписи. И доступные эти команды будут только для того сотрудника, который документ подготовил. Либо у кого есть специальная выделенная роль, назначенная в редактировании визуализации электронной подписи. Тоже этот момент стоит продумать с точки зрения ваших процессов. Кому такую роль в компании есть необходимость добавить. Также у нас есть функционал отметки о простой электронной подписи. Простая электронная подпись – это сочетание нашего логина и пароля для входа в систему в 1С документа оборот. Для того, чтобы использовать простую электронную подпись в своем документе обороте, чтобы она имела значение, это нужно прописывать в документации в вашем положении документа оборота. То есть предварительно, когда вы начинаете использовать систему 1С документа оборот, сразу эти вопросы тоже нужно продумывать. И если вы планируете использовать простые электронные подписи, которые у вас будут иметь значение внутри компании, то нужно это отразить в документации, что вы их будете использовать. Это я немножко от темы отошла. То есть при совершении в действии системы, например, при выполнении задачи, задачи подписать, задачи согласовать, вы используете простые электронные подписи. И у нас в новой версии программы при этом в действии устанавливается отметка об этой простой электронной подписи. Переходим дальше. Следующий момент, следующая у нас особенность. Это возможность установки отметки об электронной подписи в листах согласования. Если у нас есть согласование с историей, теперь есть возможность вводить отметки для всех видов электронных подписей. И также эта отметка будет содержать данные о сертификате, если мы используем усиленную электронную подпись. И будет отражать данные о согласующем, если мы используем простую электронную подпись при подписании документа. Следующая важная особенность, и, по-моему, она у нас заключительная, это управление размещением дополнительных реквизитов. Дополнительный реквизит теперь у нас возможно размещать в любом месте карточки, а не на отдельной закладке, как это было ранее. Для этого в карточке дополнительного реквизита в поле расположения мы просто выбираем группу элементов, где нам его нужно разместить. По умолчанию доп.реквизит будет выводиться в конце выбранной группа элементов. Чтобы нам вывести его рядом с другим элементом, нужно заполнить поле рядом. И для вывода в начале группы или перед этим элементом, перед каким-то конкретным элементом, то нужно установить флажок в начале. То есть теперь у нас есть реактивность, где мы хотим установить рядом с таким реквизитом. И, конечно же, это очень удобно для пользователя не заходить в отдельную вкладку, а видеть сразу там, где логично расположение этого дополнительного реквизита. По кнопке «Ввести» можно также заполнить группу вручную и скопировать имя из конфигуратора. Иногда бывает, что таким образом быстрее и точнее сделать. Интересно, у нас люди переподключаются или еще подключаются? Настройка у нас это распространяется на все объекты программы, которые используют дополнительные реквизиты. Если расположение не заполнено вообще или для конкретной текущей формы или группа выбранная будет удалена или переименована в конфигурации, то дополнительный реквизит будет выведен на стандартные закладки, как это происходило у нас ранее. Также для каждого дополнительного реквизита есть возможность настроить индивидуальную доступность по состоянию. Это делается в настройках доступности по состоянию. И теперь строка таблицы доп. реквизита разворачивается. По каждому дополнительному реквизиту можно настраивать доступность для конкретного реквизита, либо сразу для всех реквизитов, как это было ранее. То есть мы делаем так, как нам удобнее, либо используем возможности новые, которые у нас появились, либо действуем так, как и ранее. С теоретической частью мы покончили, теперь посмотрим у нас на примере системы. Переключусь на документооборот и посмотрим на системе. Документооборот 3.0 сейчас видно на экране. Посмотрим сначала как у нас выглядит рабочий стол руководителя. Переключу сейчас руководителя. Посмотрим, как у нас выглядят реестры на рабочем столе. Как выглядит у нас сейчас рабочий стол? Рабочий стол у нас настраиваемый, то есть виджеты у нас, ну в общем-то виджеты мы видели и в 2.1, кто уже использовал 2.1 знает, то есть также набор виджетов. Сейчас мы видим рабочий стол руководителя, то есть у нас есть отдельная предусмотренная настройка для руководителя, но ее тоже можно настраивать, то есть добавлять те виджеты, которые нам нужны и требуются в работе. Здесь самое такое важное, то есть это задачи, которые пришли руководителю и что у нас нового и статистика по подразделению. И также реестры выводятся, то о чем я говорила, то есть в реестрах, а реестры настраиваемые, сотрудник видит те элементы системы, которые для него важны. То есть, ну вот, к примеру, мы видим элементы на контроле, у нас сейчас три элемента новых, то есть сотрудник понимает, куда ему в текущий момент можно перейти, нужно перейти. То есть вот утром я запустила систему и сразу стартовую информацию, которая мне нужна, вижу. В то же время я на свой этот рабочий стол на стартовую страницу могу добавить те элементы, которые мне важны. Пользуюсь я почтой, хочу ее сразу видеть, когда у меня письма приходят, я сразу вижу ее здесь. То есть какие-либо виды документов я тоже могу сразу видеть здесь, какие-то важные документы, которые именно для меня важны для выполнения моей работы. Виджеты, конечно же, настраиваемые тоже. Также я могу, как и раньше, перейти в любой пункт меню. В меню мы сейчас будем переходить все-таки под администратором, чтобы у нас были полные возможности. Здесь я хотела показать именно, как выглядит интерфейс у нас. Документ оборот 3.0. Это такое общее лирическое отступление. И переходим к администратору. Мы работаем с вами на Донбассе, есть свои ограничения, но в принципе, я думаю, что нам надо быть достаточно. Так, посмотрим, что у нас теперь есть. Виды документов, что у нас настраивается там. Посмотрим на примере договора. Наш любимый договор о аренде оборудования. Всегда берем его почему-то за примеры. Я смотрю, что леди из других компаний тоже у нас часто его используют. То есть на вкладке основной, в общем-то, мы видим все по сути то же самое, что и раньше. Важно увидеть, что в нумерации у нас теперь мы можем добавлять нумераторы для временных и для постоянных номеров. То есть мы вот мы как раз видим сейчас, что здесь у нас есть временные номера. Вопрос видео, что есть у нас так про нумераторы. Будет ли продолжаться нумерация? Я сейчас прочитаю. С какими-либо буквенными символами префиксами. Тут получается, вы выстраиваете номер в соответствии. Можем открыть, посмотреть, как у нас устраивается номер. То есть вы выстраиваете, от чего у вас зависит номер, с чего складывается. Индекс вида документа, номер и сам номер документа. То есть вы вкладываете свои временные номера, исходя из того, как у вас процесс выстроен. Как вы хотите видеть свои временные и постоянные номера. Буквенные обозначения, опять же, в них заложена некая логика. И в соответствии с своей логикой процессов, конечно, да, вы можете также использовать тот же функционал, который у нас и был. Только теперь еще у нас есть временные номера. Далее я хотела показать настройку обработки. То есть ранее у нас в этой вкладке не было маршрута. У нас настраивались отдельно. Был целый блок функционала по настройке маршрутов. Теперь это делается во вкладке настройка обработки. У нас был вебинар на эту тему на этой неделе. Там мы подробно об этом рассказывали. По сути, это, в принципе, та же самая настройка маршрутов. Тоже прямо вот на том обследовании сейчас ведем обследование. И услышала отзыв заказчика. Сначала они самостоятельно попробовали настроить систему, пощупали ее. И, конечно, потом решили все-таки привлечь профессионалов в команду. Вот их вот эта вкладка настройка обработки ввела в такое недоумение сначала. Но, по сути, это все тот же функционал. То есть также настраиваются действия. Можно устанавливать сроки действия обработки. И устанавливаются действия, которые можно производить именно с этим видом документов. И условия запуска, правила эскалации, режим автозапуска. Все это также здесь настраивается. Можно настраивать несколько настроек, добавить несколько настроек. Если у вас, допустим, настройки являются периодичными. Один сезон у вас одно идет, одна настройка по одному маршруту согласования, другой сезон. Другая настройка. Можете задавать периоды действия. Единственное, система вас оповестит, не даст. Будет в недоумении, если вы делаете пересеченные по срокам настройки. И вас об этом оповестит, что нужно скорректировать сроки. А также у нас мы можем задавать настройки обработки. Видим сразу линейную схему и можем работать с нашей схемой. Подробную тему, как я сказала, мы раскрывали сейчас на ней. Останавливаться не буду, можете пересмотреть вебинар. От вида документа я тогда ухожу. И мы с вами посмотрим сам документ, как у нас теперь отображается для пользователя документа. Ох, сработала система. Иногда подтормаживает у нас веб-версии. Пожалуй, сразу две кнопки случайно. То есть мы сейчас находимся в нашем рабочем месте по работе с документами. Документы у нас теперь не делятся на входящие и исходящие. И внутренние они у нас все в едином рабочем месте. Также у нас есть фильтры по работе с документами, которые мы можем удобно отфильтровать документы, найти нужные нам документы. Есть у нас признак прочтенности. То, о чем я говорила, что мы можем прочтенные и непрочтенные отфильтровывать. Прочтенные у нас документы, если мы открывали либо сам карточку документа, либо файл. Тут же мы видим область связи и видим файл, вложенный у нас в наш выделенный документ. То есть нам не обязательно теперь в карточку заходить. Мы можем выделить документ в списке и по нему увидеть файлы, сразу открыть файл. Это значительно сокращает время работы пользователя в системе. Тут же мы видим наши тематики и виды документа и тематика. Вот мы можем наглядно увидеть, что тематика у нас указана не для каждого вида документа. Для тех, где эта функциональность включена, мы видим тематику сразу в поле вида документа тематика. Можем понимать, что это у нас. И сейчас мы с вами создадим наш документ договор аренды оборудования и посмотрим, как у нас будет отражаться внутри, в том числе, вкладка обработка. Программа мне не хочет отвечать. На готовом примере посмотрим, как у нас будет проходить обработка, где отражаются этапы обработки, как это вообще происходит, что у нас теперь новое в карточке отражается. Мы начинаем создавать наш документ, заполнять необходимые данные. Что у нас тут автоматически не потянется? Так, система у нас там совсем потормаживает. Так, скажите, а у меня экранчик не завис? У меня ничего не отражается. Так, форма выбора контактного лица. Так, вроде пошло. Не зря я подготовила хорошую презентацию, наполненную скриншотами. Если вдруг у нас не даст дальше идти наша программа, то, по крайней мере, у нас есть скриншоты. И на примере, на готовых примерах мы тоже что-то можем посмотреть. Так, при записи у нас сейчас должен временный регистрационный номер сгенериться. Поле для временного регистрационного номера. Вот у нас сгенерился временный регистрационный номер, и по нему мы можем наш документ дальше уже отследить. То есть, что у нас с ним в текущий момент. Он еще не зарегистрирован, но он уже временный свой номер получил. В соответствии с теми настройками, которые у нас в виде документа были внесены. Здесь тысяч рублей. И зайдем. Должна у нас система дальше провести. Во вкладке обработка у нас подгружаются все эти этапы, которые у нас введены в виде документа в обработке. То есть, настройка самой обработки у нас была произведена в виде документа. И еще, да, те же самые этапы у нас по тем же самым правилам все подгрузились. То есть, все правила задаются в виде документа. Есть возможность, если в виде документа у нас настройка обработки не произведена, то можно настраивать именно в самом конкретном документе. Такая возможность тоже предусмотрена. Теперь, чтобы стартовать обработку, мы кликаем начать обработку. И наш процесс запускается. То есть, мы видим, когда у нас стартовала обработка, можем прервать, поставить обработку на паузу. И здесь же вот мы уже сразу видим, что у нас состояние документа на склассовании. Тут же мы можем вывести лист согласования, либо лист согласования с историей. Есть у нас две таких возможности. Таким образом у нас отображается вкладка обработка в документе. Так, и посмотрим, даст ли нам система без рекламентных заданий согласовать, провести согласование. Так как мы сейчас под администратором, в принципе, мы можем от любого пользователя произвести действие. Единственное, у нас обработка дальше этапа не покажет, потому что у нас в веб-персии нужно регламентные задания подергать. Пройдем по всему маршруту, посмотрим, как у нас выглядит согласованный документ. Какая-то у нас ошибка произошла. Видимо, из-за того, что ваза подтормаживает. Я думаю, что мы сейчас особо дальше не будем идти. Моя цель была показать, что у нас нового есть теперь в документе, показать регистрационный номер, показать вкладку именно обработка. Как она работает, как мы здесь видим действия с документом, что у нас нового в системе. Вот, мы, в общем-то, посмотрели все, что нас интересует. Так, чат сейчас просмотрю. И, возможно, какие-то вопросы увижу сразу, смогу на них ответить. Если автор документа в процессе обработки решила ознакомить другого пользователя с документом на произвольном этапе, можно добавлять, останавливать обработку и добавлять какие-либо действия в самом документе. Вот, да, запущенную обработку нужно остановить. Так, тогда возвращаюсь к нашей презентации. Посмотрим, сели, проверим, что мы рассмотрели все наши вопросы. Так, переключаюсь. Скажите, видно сейчас демонстрацию в чатике? О, не видно, наверное. Кто-то мне подсказывает. Демонстрация экрана. Переключаюсь. Так, сейчас мою презентацию видно? Так, вижу чат. Была видна камера. А сейчас демонстрацию видно? Вот прямо сейчас. Вроде все должно показывать. Ага, все, супер. Тогда мы с вами сейчас вернемся к нашему началу вебинара. Посмотрим, все ли мы рассмотрели. Единый справочник документа, реестр документов, тематики, расширение доступа. Так, ну да, мы прошлись по всем вопросам. Спасибо за внимание. Да, вижу, что вы видите последний слайд. Видимо, все-таки у меня изображение потормаживает. Я просмотрела сейчас все наши вопросы, по которым мы сегодня прошлись. Мы рассмотрели новый функционал документа оборот, обратили внимание на новый функционал документа оборот. Посмотрели мы его на системе, как у нас выглядит теперь рабочее место по работе с документами. Посмотрели виды документа, как у нас настраиваются. И посмотрели на примере запуска обработки при создании нового документа. Вопросов я в чате больше пока не вижу. Все, что было, ответила. Тогда на сегодня я с вами прощаюсь. Благодарю вас за вопросы, благодарю за активное участие. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok